Че, пойдем? Пойдем. Всем привет! Сегодня мы приехали в торговый центр Светофор, потому что у нас тут Галамарт. И будем снимать продолжение эксперимента, что выберет ребенок. Сейчас у нас будет, что купит Милана на полторы тысячи в Галамарте. Милан, тебе уже не терпится? Милане понравилось участвовать в таких видео. Да, деньги у меня. Милан, сюда, вниз. В общем, все подписчики написали то, что именно полторы тысячи надо делать в Галамарте. Поэтому я так и использовал эту идею. Надеюсь, вам понравится. А потом, наверное, сделаем то же самое с женой. Так, ну что, погнали, Милан, что ты выбираешь? Свинку, да? Свинку. Так, 261 рубль Валя записала. Так, дальше что Милана берет? А, кстати, свинка прикольная. Что это? Это кот? Кот сквиши. Он еще пахнет. О, да, он вкусно пахнет. 188 рублей Валя записай. Что, книжку хочешь, которая поет? Ну, Милан, это же совсем для детей. Наноси хочешь, бери. Так, Милана выбрала эту книжку репкой. А, цена на обратной стороне. Так, сколько она стоит? 251 рубль Валя. Да, Милан, тебе осталось чуть-чуть. Что, ты еще хочешь игрушку? Бери все, что хочешь, давай. Да, она давно ходила здесь, ее близко, хотела что-то. Ну? Хороший стоит. Да, я не буду очень плоско. Милана никак не может решиться, что ей больше нравится. Милан. Мама подсказывает Милане, что ей надо купить. Опять нарушает правила. Не на Вале, не подсказывай. Так, Вале нравятся вот эти штуки, да. Вавернушки. А, да, это вавернушки. Видите, какие есть? О, и вот такие. Нетики. Собака, Вавернушка, да. Нифига себе, в Галамарде даже есть подделка этих поп вот этих, которые под 900 рублей. Но здесь они, правда, не сильно дешевле стоят, 524 рубля. Но вообще они около 1000 стоят везде. Ну, кого ты хочешь, Милан? Никак не определишься? Прям долго. Вот так, только люди писали, что ты полезные вещи берешь. Хочет ребенок мягких игрушек, хотя у нее и миллионах. Милана попробовала эту обезьяну, у нее руки на это... На липучке. На липучке, типа, можно что-то обнять, там, обнять кого-нибудь. Это же прикольно. Или повесить. Да. Но он знает, что он ограничивает. Да, вот такая, видите, такая обезьяна на липучке. Ну, что, ты будешь брать обезьяну? Да? Хочешь обезьяну эту? И клади. 219 рублей. А, нет. Нет, не надо. Передумала? Так, смотрите, есть единороги, пони, типа. Типа, мои литл пони, только переевшие. Хочешь этого? Ну что, Милана, пони? Да. Давай, бери. Какого? Белого. Давай, бери. Белого. Милана выбрала. Стоит 129 рублей. Что, Валь, на сколько мы там набрали уже? На 729? Едем дальше. Милана пошла в какие-то отделы для взрослых. Так. О, смотрите, тут Новый год полным ходом. Набор фиксики Валюша нашла. И сколько стоит? О, смотрите, Милана нашла отдел с приколюхами. Ну что, Милана, тебе нравится? У Милана что-то после копилки ее прям проперло на все вот эти штуки. Кошечку? Ну это подсвечники, походу. Милана еще елочку захотела себе. Елочку и кошечку, да? Елка 89 рублей, а кошка 142 рубля. Ну какая хозяюшка? Поехали дальше. Фиксики стоит 450, которые я показал и сказал, что 200. Вау, какие тапочки, смотрите. Можно к Новому году уже готовиться. Да, нахожусь, да, да. И тут даже маски. Ого, и даже есть маска хищника. Кстати, прикольно, всего лишь 100 рублей. Так, Милана нашла такую игрушку. Сани, Санечки бегут. Что, будешь брать ее? Бери. Только сколько она стоит? Я все уверяю. Нет. Непонятно, сколько стоит. Так, а мы уже в отделе с ручками пришли. Милана, ты хочешь себе ручку? У тебя ж миллион ручек. Так, это ручка смайлик. А, она светится. Только не постоянно. Вот эту ручку хочешь? У тебя ж есть такая же. С медвежонком. Милана уже по второму кругу ходит. В отделе с игрушками. Ну, что еще? О, смотри, есть этот. Шопкинс. Я за три года. Ну и не надо. Бери, что хочешь. Ты хочешь себе книжку новую? Нет. А что? Милана выбрала себе раскраску. Покажи, Милана. О, вот такую. Сколько стоит? Милан. Так. Это у нас 30 рублей. Так, Милана сюда сейчас посмотрела на наклейки. Но передумала. Угу. Что это, Милан? Милана нашла какую-то чудо-юдо. Какой-то цветок. Это душ? Да. А, это игрушечный душ, да, получается? Да. А, запиши, Валю, еще 50 рублей. Сколько у нас там вышло? 1110. Ну, что, это пахнет зубик? Да. Тут, смотрите, еще зуб есть сквиши. Да, 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 вижу. О, вот такой. Ну, говорит, не пахнет. Говорит, она лучше выбрала. Так, Милана решила по игрушкам ударить еще разочек. Так, Милана решила взять вот этот шарик. Только сколько он стоит? 5 рублей. 49 рублей. Все, положили. Еще Милана хочет вот эти коллекционные наборы динозавров. Стоят они 29 рублей. Ну, бери. 29 рублей вы записали. О, еще динозавр, смотрите. Да, Милана какая-то манечка, она любит всяких мышек, вот этих всяких динозавриков. Да, пауков, вот эти игрушки. Да, вот они, их там очень много, смотрите. Всякие там динозавры. Ну, вот это самый прикольный, да, мне тоже он нравится. Что, его берем? И сколько он стоит? 156 рублей. А, еще варан есть. Смотрите, вот такой варан. Тогда я не буду получать. Не будешь? 156 рублей вы записали. Смотрите, даже есть гармошка. У меня в детстве была такая же гармошка, когда я был маленький. Тысяча рублей стоит. Смотрите, как она играет. Варю, можешь поиграть на гармошке? Во саду ли в огороде? Хочешь? Ну. Ну, да, говорю. Милана сказала, что хочет гармошку, но у нас в бюджет она не влазит. Ну, вынимай вот это все и можем взять гармошку. Все надо вынуть. Вот это. Вот это вынешь? Ну, подожди, надо, надо, надо снимать. Минус 10, что-то я надо. Эй, не надо еще вынимать. Подожди. 261. Так. Что еще? Мин, еще надо вынимать что-то. Еще денег? Мин, не хватит денег. Мин, не хватит денег. Давай, думай. Может, динозавр? Не, ну, да. Может, книжку-то дайте, может, еще и хватит. Пипец. Гармошка дорого стоит. Смог я Милане объяснить, что гармошка стоит больше половины ее бюджета. Так что оставила она гармошку. Ну, да, 1000 рублей. Не, ну, она, конечно, классная. А еще мне в Галамарте нравится выбор гирлянд. Посмотрите, они все разные. Прям хорошо видно, что берешь. За новогодними украшениями все сюда надо идти. Тут, конечно, выбор побольше, чем в Фикс Прайсе и в других магазинах. Пошла дальше по посуде. Какое-то украшение. Милан, что это? Свинка. Свинка? Свинка с деньгами. А, свинка с деньгами? Будешь брать ее себе? Ну, давай. Вот эта свинка стоит 79 рублей. Валь, 79 рублей. А у нас есть вот такие елочки дома. Вау, хочу елку, Вау. Ты хочешь елку? Да, Вау. Мне? Да. Нет, не надо мне. Себе выбирай. И попутно у меня ходит Милана выбирает. То есть жена выбирает тоже на полторы тысячи. На три тысячи сегодня купим, только Милан на полторы. Это что такое? Елка у Кассики. Деревянная елка стоит сколько? 62 рубля. Представляете, Милан хочет себе гантель. И сколько она стоит, Милан? 2 рублей. Нет, это маленькая у нее. 1 килограмм, да? 1 килограмм 89 рублей стоит. Бери, бери. Берешь? Бери. И все, твои деньги кончились. Чао. Да, все. Полторы тысячи, вот. Вот так полторы тысячи выглядит то, что выбрала Милана в Галамарце. Очень мало. А теперь у нас мама Валя выбирает себе покупки. Вот так выглядят у эти Лего. Кстати, тут еще дофига карнавальных костюмов, смотрите. Очень много разных. Есть даже Снегурочка. И зайчики всякие, и принцесски. Не, ну вот эти вовернушки жалко, конечно, что Милана не взяла. Я бы купил бы. Ну, у нас эксперимент. Так как получается, здесь у нас какая-то зеленая лягуха. А с этой стороны медведь. Вообще непонятно. Кстати, у них там какая-то акция. Мне пришлось СМС Котелизор за четыре тысячи. По-моему, вот этот будет стоить за четыре тысячи. Сейчас он стоит семь. Вот этот стоит девять. Этот пятнадцать. Но это, по-моему, вообще четыре кадра поддерживает. Ну что? У меня прям настроение новогоднее поднимается вот в этих кадрах. О-хо-хо, какая милота. Посмотрите. О, посмотрите, кикуру прикольные. Вообще. Милана с мамой напали на посуду. О, вот это еще классные садики. Кошечки. Вот прям целая серия кошечек. Валюше зачем-то нужны тарелочки для рисования разрисовывать. Да, Валюша? Очень странно. Зачем это? 49 рублей. Вот, смотрите, акция сейчас на кувшины. 159 рублей. Классная фирма вот эта. Пособачья. 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 Хе-хе-хе-хе. Ну, пособачья. Пособачья же называется. Так, ну это уже сахарница, по-моему. А, ну или конфетница. 131. Ну, давайте буду стараться вам показывать только новогодние товары. Мне кажется, вот это в новогоднюю тематику вписывается. Смотрите, 263 рубля, класс. Смотрите, у них обновился ассортимент этих рекламных товаров. Да. Бабкаега.com. Бабки рулят. О, смотрите, новогодние шарики даже. Вот эти тематические. Ну, у нас есть такой же термос, только на нем нарисован зайчик. Да. Майк у тебя есть, Милан. А это что такое? Влажные салфетки. А еще есть бабки рулят теперь. Ну, вот, кстати, прикольный подарок. Ключницы. Нам даже дарили как-то. Есть вот такая ключница. Вот эта прям для рыбака подойдет. 300 рублей стоит. Вот эта классная. Ну, есть, конечно, ключница подороже и побольше. Подороже. О, видите, какие. Нифига себе, какая ключница. Вот эта прям для моряка. Не могу ее открыть одной рукой. Вот эта прикольная. Есть еще вот такие. Такие, на кучу разные стили, но это уже совсем вип. До 1000 рублей. Ну, а моя жена Валюша коллекционирует слонов. Так что периодически ей дарю слонов. Ну, только когда я был в Галамарате в прошлый раз, слонов не было. Сейчас они есть. Поэтому в этот раз можно было купить. Милана нашла копилку. Другую. Кошка-русалка. Милана только не уронил. А, нет, не копилка. Это просто фигурка. А, копилка. Вот этот подсвечник вообще будет классно смотреться. Смотрите, он получается будет гореть свечкой. И будет отражаться. И будет свет прям по всему этому помещению. Классно. 300 рублей стоит. А своей маме я как-то дарил вот такую штуку с фотографиями уже. Вот. 600 рублей стоит. Такое панно. Можно фотки распечатать и родственникам подарить уже такую штучку с фотками. Ох, ох, ох. Ох, ох. Вот это подарочек. Вот это да. Вот это размер. Набор для покера очень тяжелый. Там, наверное, внутри как раз таки вот эти фишки все. Только непонятно по цене. Это только привезли. Смотрите, Милана вынула книжку и свинью и туда. И вместо этого взяла штучки для купания. О. Но я думаю, что это под натиском мамы произошло. Так что... Я себе взяла. Так что имейте в виду. Так, подарочные наборы по 140 рублей. Дох какой-то. О, в Ленте сколько оно стоило, не помнишь? 380? А здесь сколько? В два раза дешевле, смотрите, чем в Ленте стоят эти детские наборы. О, какая красота, Милан. Пледик с мишкой. 500 рублей. Я тебе ловлю. Угу. У тебя же денег кончились, Милан. Нет. Да и тем более, да. 500 рублей. Что, не стоит? Можно было взять гармошку и плед, и все. Попите. Да есть такой плед. Вот этот пледик для меня. Здорово. Вот еще всякие новогодние приколюшечки по 89-49 рублей. Так, 72 елочка. И, ну, короче, по 60-50 рублей вот так стоит. Милана решила убрать свинью и кота. Сквиши. Свиши. Сквиш. Кот-сквиш, правильно. Так правильно. Попите. 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 Только, по-моему, все равно надо вынимать что-то еще, Милан. Гантели еще вынимать. Не сходится. Смотрите, Милана какие очки нашла себе. Вот эти, да. Ну, смотрите, письмо Деда Морозу. Уже готовое, заполненное. Осталось написать от кого. А адрес уже известен. А где он уже, Дед Мороз? Великий Устюг. Да? А вот, кстати, у нас нет сидушки на санке. А тут, смотрите, оп. Вот такая сидушечка, 356 рублей. Прикольно. Так, все на новоселье, все пошла. Недуха. Давай, не делай мне нервы. Парабаны, парабаны. Ой, пошла садет. Так, все. 3000 потратили, получается. Жена с дочкой теперь на выход. Давайте выходим. А мужу дома давайте покажу, что купила Милана. Получается, Милана взялась вот такие раскраски для малышей. Подводный мир. Всякие дельфиниат. Но я, как уже и говорил, в фикс прайсе, в таком же обзоре, когда Милана там на 1000 рублей выбирала. Но здесь на 1500 сейчас будут товары. Милана опять взяла все раскраски. Везде она берет все раскраски. Потом Милана взяла себе вот эту ящерицу. Очень страшная. Да. Он чуть-чуть не должен, он чуть-чуть не в этой России. Смотрите, она может даже кушать. Не понимаю. Милана, зачем ты купила? Она как антистресс. Здесь что-то у нее мягенькое. Этим я купил, мне отрывается. Нравится тебе? Да. Там еще есть у них, ну, как вы видели в видео, там всякие динозавры. Ну, в общем, вы меня поняли. Но Милана выбрала именно вот эту штуку. Нет. Да, морские животные. Да. Сейчас вы из лапки видите. Так, вынимаем. Хоп, все. Я не била бы она. Не было. У нас такая же мышка где-то есть, али крыска. О, смотрите, какая ужасная. Милан, все-таки ты, конечно... Да. Че? Можно ябкакаться, если ночью такую видишь. Потом Милана выбрала себе вот такую ручку мишка. Да? Да. Он светится, по идее? Он чуть не работает. А зачем ты его купила? Она не работает? Не работает. Милан, ты знал, что она не работает? Да. Она должна светиться, по ходу батарейки. Просто сели, надо батарейки вставить. Да. Ее нету батарейки. Да. Ну, вы проверяйте товар. Ну, Милан, конечно... Милан знал, оказывается, что они не работают. Он пишет хорошо, тонко. Мне нравится, как пишет. Пишет классно. Ну, у Милана столько много ручек. Ой, ну, Мишка вообще классный. Я подарил ручку. А, бабушке подарили. Вообще прикольно. Для девочек самые то такие ручки. На, Милан. Спасибо. Тут потаим. Ну, вот эта, Милана, конечно, меня удивила. Она связала гантелью. И, кстати, она постоянно хочет себе брать гантели. Она такая спортивная у нас. У нее хорошая растяжка у Милана. Она практически на шпагат садится. Милана хочет постоянно гантелью таскать. Но таскать ее нельзя. Я ее не касаю. Я так делаю. Ты весишь 20 килограмм. Килограмм для тебя это много все-таки. Если я ошибаюсь, народ, пишите комментарии. Я буду тонкий просто. Я знаю, даже женщины взрослые занимаются килограммами. Знаете-ка, бегают. Ну, в любом случае, гантелька. Ну, грамм 250, я думаю, ребенку. Вообще, с ребенку я не понимаю, зачем заниматься гантелями. Это, конечно, странное дело. Потом Милана набрала себе товаров для купания. Сейчас покажу. Она вытащила приварительную свинку. Да. Променяла мягкую свинку на вот эти товары. Это у нас пена для игры. Все, видите, голомартовная. Видите, все брендировано голомартовной. У нас, кстати, в этом видео про желе. Пены у нас по-моему не было, да? Да. Кристаллы с треском. Какие-то кристаллы. Да, новая штука. Они должны... Ого, нифига. Трещать в ванной. Прикол. И мыльная краска. Вот это прикольно тоже. Да, тоже прикольно. Там еще шар какой-то новый. Нет. А, во, есть шар еще, да? Точно, народ. Еще шар забыли. Вот он, шар. От трех лет. Бурелящий шар сюрприза. У меня был уже такой обзор. Таких товаров очень много мне присылали. Очень прикольно. Можете посмотреть. Да, Милан, ты как всегда. Да. Так, это Милан... А, нет, это в другом магазине. Это в детском мире Милана себя выбрала. Да. Смотрите, три кота. Конфетку надержи. Спасибо. Так. А, ну, кстати, во, акции в Галамарте. Смотрите, кружки по 19 рублей. Вот, что я говорил вам. 4 тысячи телевизор. Потом 39 рублей бокалы две штуки. О, поросенок 99 рублей. Хорошая идея для подарка и недорого. Нет, покажите те. Кукуруза 19 рублей. Горошек 19. Это у нас утюжок 500. Кастрюля 500. Вообще кастрюля. Да. Блин, я не видела. Не написано сколько литров, кстати. Вот, так же странно. Самовар. 3 литра 1700. О, моя мама все хочет себе самовар. О, ну, тут вы можете посмотреть. Вот вафельница даже 549 рублей. Че мне тут нравится? Че мне тут нравится? Вот кувшин ему показал. Я там видела синька. Да. О, вот это мне нравится. Заместо чайника прикольная штука. Вау. Да, термопод классный. Далее у нас Милана взяла... О, пони. Да. Поня. Поня на брелоке. Можно повесить ее куда-нибудь. У меня твой рюкзачок. Да, можно рюкзачок куда угодно. У Миланы нравится пони. Ей еще понравилось, что тут язык у нее такой... А нет, не язык, это ноздри. Е-мое. Сейчас давайте мы ее освободим от плена. Такая поня с такой прической вообще прикол. Смотрите. Не, ну конечно пони прикольные, необычные. Давай. Милан хочет эту штуку открыть быстрее. Фигурка, пазл, динозавр. Собери коллекцию. Ммм. Такого мы еще ни разу не собирали. Да. Как вы поняли, Милана моя любит всяких черепах, всяких ящериц. Может когда им заведемся террариумом, мы будем там это разводить, пауков всяких. А, вот. Да, Милан будет с тараканом, потому что мама боится, и она ее пугает. Да, давай собирай, Милан. Пока Милан собирает динозавра, я вам покажу... О, еще мячик, который... Да, вот этих штук у нас уже миллион дома. Но Милан их постоянно покупает. Ну, нравится ребенку, что поделать. Даже ей можно раньки подать. Да, мы завтра идем на день рождения к друзьям. О, смотрите какой. Какой-то похож. Ну я знаю, что ей понравилось. На кого это похоже. А, да, наверное. О, вот так. Тынь, 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 тынь. Ну, не знаю. Не, ну конечно, Галамарти это стоит дешево. Так что, конечно, взять можно. Потом Милана взяла себе этот плед. Да, вот это, наверное, самая зачетная покупка. Причем она отказалась от игрушек, чтобы взять себе этот плед. Пледик, который держит мишка. Я так понимаю. А, да, он отстегивается отсюда. Видите? Ну, как вы смотрели плед на кроватку. То есть, получается, он снимается, этот мишка, полностью. Смотрите. Он на этих. Вот тут, короче, держалки. Оп, вынимаем. Раз. Ну, плед размер 75 на 100. У Милани не хватит. У нас кровать 160 на 70. Ну, на 90, по-моему. Не, ну да. Подарок вообще класс. Да, девочки. Да. О, смотрите, какой нежный. Он очень нежный, очень мягкий, такой классный. Давайте вам покажу динозавра, которую у Милана собрала. Вот она. Вот такой динозавр-конструктор и типа там еще коллекционировать их можно. Хм. Ну-ка. Дайте на мишку. Ой, мишка такой же прикольный, как и плед. Такой мягкий. Да. Класс. Он умеет сидеть. То есть, по идее, он может держать плед полноценно. Ну, классный медведёк. Да? Да. Ну, по-моему, в ленте раньше покупали что-то такое похожее. Медведь с какой-то штукой. Было дело. Так. И последние две покупки Миланины. Это я вообще не понял. Она купила себе кота вот такого. Еще елку. Тут еще дырка у кота. Это типа как подсвечник или... Он ведь не копилка? Нет, не копилка. Я вообще не написала что-то. Просто фигурка, короче, кота декоративная. Из стекла или керамики. Куда это? И елка точно такая же. Куда ты это купила? Смотрите. Милан, куда ты это купила? Елку куда ты хочешь поставить себе? Рассказывай. В мою комнату. В твоей комнате будет елочка? У нас из Галамарта, кстати, у Миланы есть елочка вот такая только с игрушками висячими. Ну, теперь будет еще. И потом там... Ну, Милан, неплохой выбор. Пишите в комментариях, в каком покупке Миланы. А теперь как потратила мама Валя полторы тысячи свои, которые были выделены. Купила себе... Это что, Валюш? Ароматизаторы такие? Это кофе и море. Море. Кофе, ароматизатор на подвесе с ароматом кофе. На, открывай. А он помогает. Это Валя купил еще две тарелочки. А зачем ты, Валя, купила? Тарелка десертная, 19 сантиметров. Я буду рисовать тарелки. Рисовать. Мы с Миланой нарисовали тарелку в ее студии рисования. Нам заказали одну тарелочку. Так, потом Валя заказала держатель зубных щеток. Ну, вот эта штука прикольная. Единственное, что... Мне кажется, они бы отвалили. Они отвалятся по-любому. Потому что у нас все, что в ванной висит на присосках, все всегда отваливается. Вот напишите мне в комментариях, если я не прав. Вот все, что вы на плитку приклеите, на присоски, они отвалятся со временем. То есть надо все-таки сверлить. Но попробуем. Постараемся, приклепим. Ну, она даже сюда клеится. О, на тарелке держится хорошо, видите? И сюда щеточки вставляются. И сейчас я буду хорошо. Ну, я как-нибудь, да, прицеплю штуку. Так, тут у нас вот такое блюдо, Валюша себе взяла. Для запекания и многослойных салатов. О, это уже в преддверии Нового года можно будет салатик сделать. Да, да, да. Пишите, какой какой-то салат у меня будет. Я предпочитаю только селедку почубы. Ну да, мы уже знаем, что... Жалко, крышки там нету. Но выглядит... О, она очень тяжелая. Очень тяжелая. И посмотрите, здесь даже какой-то этот... Она, типа, чтобы не остывала. Или чтобы не нагревать поверхность. Смотрите, тут какой... Она выпирает, смотрите. Видите? Видите? О, очень необычное блюдо. Своих денег, по-любому, я думаю, стоит. Так, и Валя достала эти штуки. Ну, я думаю, мы в шкафу с одеждой их повесим, да? Ну, у меня, конечно, море. В море такой мужской запах. И кофе. Кофе очень кофейный. Нет, пахнет обалденно. Прям вообще классно. 37 рублей. Вообще обалденно. А, потом Валюша, конечно, хозяюшка. Не могла не купить для полоскания рта. Ромашка. Ромашки, да, будем полоскаться. И Валюша купила... Это надо... Блин. Эту штуку советует какая-то девушка. Наталья Козютина. Проверенная олимпийской призеркой. Не знаю, кто это такая. Вес до 1000 грамм. Или это вес 1000 грамм. Типа, не могу понять, что это такое 1000 грамм. Максимальная эффективность. Мяч для фитнеса гимнастический 85. Непонятно, сколько он выдерживает. Какую нагрузку, с каким весом с ним можно заниматься. Наверное, Милане это везет купила, Валюша, да? Кстати, когда мы с Миланей ходили на гимнастику, она занималась на таком шаре. Но мы ходили на гимнастику. У нас же нет этого. Да. Но у нас есть насос для мячей из этого. Из магнита, который был. Надо разуть. И где он у тебя будет в квартире? На полквартиры? На мне. Вообще, я против, что Валя купила. Мне кажется, у нас тем более есть абонемент фитнес. Мы можем, если что, ходить фитнесом и там заниматься на этих шарах. А то, получается, дома он будет заниматься. О, он очень большой. Он очень большой. Хотя сила опрона норм фирма. И как эта штука отсюда вынимается? А вот. Вот заглушка вынимается. И сюда накачивается воздух. Хм. Ну, я не знаю, как его накачать. Тут какой-то специальный насос нужен очень длинный. Да. Ну, ладно. Будем тестировать. Так, ну все. Вот это и все стоит 3000. Прямо сейчас на своих экранах видите два видео, которые советую посмотреть. Поэтому я с вами не прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие эксперименты. И, кстати, напишите название магазина, в какое еще нам также сходить. Например, там, магнит там на 2000 рублей купит ребенок и так далее. Будем такие видео снимать, раз вам они не нравятся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok